Добрый день всем. Это наш совместный проект с Александром Гурманом, журналистом из Нью-Йорка. Я Вячеслав Панасьев. Мы так условно назвали «Два репортера». Я здесь, в Челябинске, в России. Саша у себя в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах. Мы периодически в скайпе встречаемся, разговариваем о тех вещах, которые нам кажутся с ним интересными. Надеюсь, они будут интересны и вам. Сегодня мы собираемся поговорить о двух вещах. Одна профессиональная, другая неожиданная. Я вдруг решил купить землю под Нью-Йорком. Вот так вот. И не у кого-нибудь купить, а у самого Саши купить. Во-первых, Саш, привет. Я тут такую тираду выдал, с тобой не поздоровался. Да нет, жду своего часа, минуты рядом с тобой. Спасибо большое. Держи свои пять минут славы, начинай. Мы действительно каждое воскресенье стараемся в одно и то же время что-нибудь записать и ищем темы, которые могут быть полезны и для меня, и для Вячеслава, и для зрителей. В данной семье мы сегодня поговорим про один из моих участков, что у меня есть, в Верхнем Нью-Йорке. Он находится в городе Гринвуд-Лейк. Это минут 40 от Манхэттена-Лиз-Лейк. То есть там озеро это очень красивое и рядом Апалач-Утрея. Дело в том, что... Я слушаю. Просто ты сейчас рекламируешь ту землю, которую я собираюсь купить. Здесь Челябинец. Самый такой простой ход, наверное, с чего может зацепить внимание челябинского зрителя, это что даже иностранцы могут купить землю в Америке так же, как и американцы. Деньги есть деньги. И это в какой-то степени может быть основанием для приезда в Америку. И если мне там скажем, у меня земля, но там нет дома. Это может что-то построить. То есть это, по-моему, даже не имея рабочие визы с правом на работу, своей земле строить, нанимать людей, как бы иметь постройку. То есть я не юрист, не могу сказать стопроцентно, что это гарантирует вам возможность у тебя приехать в Америку. Но это легальная, абсолютно честная возможность для человека подать на приезд в Америку. Своя земля, надо заниматься. Но, 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 это вот смотри, Саш, ты сразу перешел к серьезным вещам. Речь идет о миграции, легализации, праве присутствовать в Соединенных Штатах. Но я-то хотел спросить и так, вот в сути, и так, возможно ли мне взять, сегодня купить? И это каких диких миллионов стоит-то, чтобы я понимал? И как это сделать? Есть много, скажем, мой участок, он где-то 20 метров на, я бы сказал, на 60, да? На 60 метров размером такой вот участок. 24 сотки, переводя на наш язык. Окей, вот он находится на Dreamwood Lake, где-то я бы хотел за такой участок, наверное, 1220, наверное, взял бы, в зависимости от этой ситуации, насколько нужны деньги. И, в принципе, я бы не столько хотел с этим участком расстаться, а построить на нем, скажем, односемейный и двусемейный дом. Прелесть моего участка, что много интересных историй в этом районе находятся. Через один-два дома от меня живет Моника Левинский. И там дом, в котором знаменитое ее платье было с пинкенскими остатками. Через дом, через два живет Моника Левинский. И там у нее в доме то самое платье, да? Хранилось, да. И мой сосед с другой стороны, это Джерем Диттер. Это один из, как бы, ключевых игроков Янкис. То есть у него там огромный замок, по-моему, 27 спален. И часть моего участка ограничивает всего участка. Нью-Йорк Янкис – это баскетбольная команда, да? Да, бейсбольная. Бейсбольная. Бейсбольная команда. Как бы, и Гринвуд Лейк еще известен тем, что журнал «Плейбой». Обычно там на озере каждый год снимает, как бы, очередной шут. И все жители стараются иметь бинокли и телескопические линзы, чтобы наблюдать над этим событием. То есть это, как бы, интересно. А с твоего участка… Подожди, подожди. Я тут, как покупатель, с твоего участка-то будет видно ту самую площадку, где снимают очередной календарь плейбоя? Да, там очень красиво. Там красивый салют. Там, как бы, видно, как бы, когда самолеты садятся на озеро. Это на озеро, где есть острова. И куда некоторые богатые жители прилетают по своих самолетиках. И там, как бы, вот такая самая большая, где-то 20 метров в этом озере, ловятся и большие щуки, и волы – это сударь ловится. В общем, много всякой баз, всякой разнообразной рыбы в этом озере есть. Минут сорок ездят в Нью-Йорке. И вот, когда автобусы будут нормально ходить, вернее, я думаю, что они сейчас ходят, но, в принципе, сорок минут ездят конкретно. Многие жители Нью-Йорка решили избежать эпидемии в крупных зданиях и переехали в такие вот районы, которые и недалеко от города, и в то же время дают возможность иметь некую правильность, независимость, чтобы не заболеть, не общаться без настоящего. Ты вот, я смотрю, с загаром прямо в пляже сейчас. – Но как это сделать? Вот как купить? Ну, хорошо. Ты говоришь, 10-20 тысяч долларов за участок. – Я не знаю, какие сейчас цены, многое меняется. Потому что то, что раньше не продавало, сейчас вдруг стало продаваться. То, что, скажем, в моем районе, в Бруклине, в Манхетте, цены упали, как бы остановились. Скажем, я бы сказал, не упали, но продажи остановились, потому что многих нет денег, не знаю, что будет, кто-то умирает. То есть много чего происходит. То есть люди не знают, когда они захотят жить в Манхеттене, в Бруклине. И этот район, когда остановился, хотя бы был очень-очень хат. А вот район Верхний Нью-Йорк, Пенсивания, сейчас стал очень популярным из-за того, что люди бегут из крупных городов. – Так за сколько ты мне его продашь? – Участок я бы продал, скажем, в 2020. Я бы хотел такой участок, я был бы доволен. – И что мне нужно сделать? Просто тебе перечислить деньги или что? Насколько это действительно сложная история? – Процедура. Процедура довольно-таки несложная. Я не знаю, я не изучал сейчас, насколько работают офисы, но многие у нас уже суды, многие открылись виртуальные. Вот как мы с тобой через Skype общаемся, так через Zoom. Сейчас у нас много судов и мероприятий государственных проходят. Я думаю, что Верхний Нью-Йорк очень республиканский, поэтому он с легкостью открывается, то есть они сейчас в процессе все открыть, открыть, открыть. То есть все, что меньше, скажем, 20-50 человек сборища, они считают, что можно уже общаться. Сейчас уже перестало быть модным затворничество, а сейчас, наоборот, все начали бороться за разговоры о постановлении экономики и построении бизнеса, нежели затворничество. – Но если кто-то сейчас услышит наш разговор и найдет тебя быстрее меня, чем я соберу свои 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, переводя на русские деньги, на российские, это где-то порядка полутора миллионов, миллион шестьсот тысяч. Это цена у нас небольшой однокомнатной, ну, хорошей однокомнатной квартиры в Челябинске. Не такие великие деньги, но при этом вдруг оказывается, что можно за эти деньги купить очень та же достойное жилье, землю. – В очень хорошем месте под Нью-Йорком. – Я послал пару линков, когда будем ставить видео, может, я поставлю пару линков к земле, чтобы люди могли посмотреть, как, что и, как бы, координаты, насколько это близко, далеко, где находится. – Передача ДИК, я думаю, что, ну, как так же, как и все в Америке. То есть есть сделки, можно с юристами это делать, можно просто люди, там, выписал чек, там, перевел деньги, написал ДИК. То есть, как бы, я думаю, что я не часто занимаюсь покупками и продажей, но могу обратить внимание, разобраться и сделать, что знаю, что… Когда я эту землю покупал, мы еще с товарищем другую купили, вот он недавно свою продал. – Ну, смотри, действительно, вот реальный пример того, как можно вдруг оказаться владельцем, землевладельцем под Нью-Йорком земли. Это же, вдумайтесь, ну, 40 минут и ты в Манхэттене, да, это сам по себе считается район верхний Манхэттен. – Я не покупал на дачу. – Да, это да, 40 минут, 40 минут – это типичная поездка на дачу, не больше того. Москвичи тратят полтора-два часа на то, чтобы до дачи добраться. – Ну, я обычно тратил полтора-два часа с Бруклина, то есть с Манхэттен ближе, потому что я еду с другой стороны, с Нижнего Манхэттена еду в верхний мир. – И при этом ты получаешь землю. А сколько дом стоит там строить, построить? Давай начнем с минимума. – Ну, скажем, минимум, я думаю, что за 50 тысяч человек, который с руками и знает, что он делает, наверное, за 40-50 может сам построить. – Это дом, в котором можно круглый год жить, да? – Да, обычный стандартный дом. Не такой мобильный, который привезли и поставили, а именно обычный дом. – Я думаю, что, я не знаю сегодняшние цены и как бы, как изменилась стоимость работы и что, кому будет стоить, но я думаю, что хороший дом можно построить, наверное, тысяч 200-300, смотря сколько спален, 5-6 спален, сколько делать. И дизайнерский дом делает в том, что мой участок имеет на себе очень интересную скалу, скажем, с размером 6-этажный дом. – То есть, оно отвесное. И дом можно, поскольку это гранит, дом можно, как ласточкиное гнездо сбоку скалы повесить. И там проходит ручей поверх моего участка. Можно, в принципе, этот ручей пустить через крышу. У меня дизайнерский план, когда стоишь, и вот как бы отвесное такое окно, ты стоишь, смотришь с этой стороны, и через крышу идет водопад, то есть, под водопадом смотришь на воде. То есть, он на небольшом пригорке над озером. Довольно красивое место. Мне в свое время очень понравилось. Сегодня никак не было времени их построить. Сейчас я больше даже думаю не столько о продаже его, а сколько может или самостоятельно, или самостоятельно что-то построить, или продать. Разные варианты рассматривать хочется. Слушай, ну получается, продав свою квартиру, ну еще и машину, я легко могу на твоем участке, если продашь мне его, построить тот самый за 50-60 тысяч дом. Я вот так с удивлением говорю, потому что то, что ты сейчас наживаешь, это цены соизмеримые с пониманием нас, провинциальных россиян. Я не говорю там москвичей, которые живут совершенно другой жизнью. Это деньги, которые я могу себе представить. 20 тысяч за землю, 40-50 тысяч, это то есть 3 миллиона, 3,5 миллиона за дом. Чем дальше? Да, рублей. Чем дальше отъехать? Я думаю, что где-то на полчаса на час езды вверх еще выше, в верхний Нью-Йорк. Я думаю, что такой участок земли ты можешь купить за тысячу, за две, за пять. То есть цены резко падают. Чем дальше она от Нью-Йорка? Я один участок долго торговал и не купил, но там было где-то 50 километров земли. То есть большой, огромный лес, плотничьи в воде и всего лишь 50 тысяч долларов. И это может купить вот именно иностранец. Это я могу купить россиян. Любой человек. Деньги есть деньги. Кто купил для продавца не очень принципиально. Но для государства? Если ты не знаешь, скажем, если это наркоман или наркодивер, или какой-то нелегальный бессмерт, я буду иметь ответственность, я не продам. Но если я ничего не знаю плохого про этого человека, то я не вижу здесь проблемы продательства. У меня деньги есть. Твое государство не скажет, что, а вот все равно даже из-за того, что пусть у тебя там есть свои 24 сотки, переводя на русский язык, под Нью-Йорком, мы тебя все равно не пустим. И пускай они там бурьяном зарастают. Вот тут такой хитрый вопрос. Я не сталкивался с такими вещами, но я знаю массу русскоязычных и других иностранцев, которые приезжают и покупают квартиры, дома. То есть в Манхэттене и весь, как бы, с процентов 30-40 недвижимости Манхэттена и Майами, крупных городов всегда было во владении иностранного потрата. То есть люди зарабатывали деньги в своих странах и приезжали, как бы, они покупали, вкладывали деньги в недвижимость. Просто если раньше они покупали квартиры на сдачу в Манхэттене, в Майами, в крупных зданиях, то есть сегодня они понимают, что эти квартиры нельзя сдать, нельзя в них жить. То есть в ближайшее лето, в крайней мере, думают, что Нью-Йорк будет пустой. То вот районы, которые не долетят в крупных таких центрах и можно доехать. Сейчас, наверное, по крайней мере, у меня есть товарищ Рома, который имеет несколько домов в Пенсильване. И у него 2-3 часа. И у него все сдано. Если раньше он всегда имел проблему, чтобы сдать только на выходные, только так, то сейчас он полностью абсолютно сдано все, что... Это жители Нью-Йорка уехали туда, да? Да, да. То есть у него и цены поднял в 2-3 раза, и все равно у него нет проблем сдачи. То есть там, как бы, сейчас этот район неожиданно из-за этой эпидемии переживает. Кстати, давай, вот, честно говоря, надоела она вот здесь уже. Поздравь нас. Сегодня, вчера, да, вчера в 5 часов вечера у нас открылись парки. Если ты заглядывал у меня на YouTube, я даже специально приехал, чтобы поймать одного самого ключника, который ключом открывал центральные ворота одного из наших главных парков, парка имени Пушкина. То есть у нас наконец-то разрешили парки. Вот что странно, фитнес-центры не разрешили, видишь, мы тут ряхом и обросли. А вот парки почему-то разрешили. У нас вроде эпидемия началась раньше и заканчивается раньше. У вас-то как там дела-то со свободами? У нас открыли парки и пляжи, но купаться абсолютно запрещено. То есть на пляж ходить можно, а купаться в воде нельзя. Поскольку это инфекция водная, то есть человек болеет и он в эту воду пошел, то может в воде капиллярной попасть в слюни его вирус и разнестись другим купающимся. А все-таки на песке под солнцем они считают, что оно быстро погибает, поэтому на песке и на пляж ходить можно. У нас многие города вокруг Нью-Йорка запретили, скажем так, жителям Нью-Йорка приезжать к ним. То есть сказали, что они платят свои налоги и они хотят, чтобы их парки и пляжи были для своих. Но это не конституционно и город наш Нью-Йорк с этим делом борется. Я не знаю, как оно будет на самом деле, можно и нельзя, но я, по крайней мере, езжу с сыном в такой парк. Просто в Хенсит Лейк, который вот рядом с Групплином в Лонг-Айленде, был настолько, потому что выходные 100 людей, что я решил больше не ездить. Я слава богу не имею разрешение на другие места, куда пойти. Я потихотничий, рыбачий, рыбацкий, поэтому я избегаю таких парков, где может любой человек приехать. Но я думаю, что купаться можно. Я уверен, что если поехать на дикий пляж и подальше от людей... Это твой личный риск получается, да? Но мы вчера заехали на один из таких городских пляжей. И там, знаешь, как-то социальная дистанция у нас в Челябинске, в России, это так называется, больше двух метров. Но, знаешь, по пляжу так лежали люди, загорали на дистанции два метра друг от друга. Хоть как-то, хоть как-то. Да, но давай на этом все-таки тему коронавируса уже закончим, потому что действительно уже всем надоело. Вам-то как надоело, нет? Тоже у нас в новостях, по крайней мере, и с людьми, то, что я вижу, всем надоело эта тема. И даже если есть реальные случаи, есть реальные проблемы, как-то новости компании, у нас все очень денежно построено. И все эти телевизионные компании, CNN, Fox News и так далее, они все построены на спонсорах, на финансах. И миллиардеры, владельцы этих людей поняли, что они теряют очень большие деньги, что люди не работают, себя дома получают пособие по безработице. И сейчас очень много пошло рекламы из этих статей, контентной рекламы в том плане, что давайте выходите, давайте работайте. То есть вышло много статей на тему, что да, вирус через глаза может придаваться, но вероятность того, что он попадет через глаза супер низкое, поэтому маски не надо особо на глаза носить. Там через руки оно может, но если их помыть, то есть как бы нечего ходить целыми днями в перчатках. То есть постепенно как бы истерия, страхи замирают, то есть мы с женой пошли в ближайшие пару дней были в магазинах. И если раньше все поголовно были в супер масках, в супер перчатках, то сейчас маски еще и носят, потому что обязаны носить в магазинах, но в принципе в перчатках многих уже не одевали. Я вернусь, собственно, к началу нашего разговора, ты знаешь, как-то меня ты завел реально ценами, которые ты назвал деньгами, да, деньги, раз, хоп, монеточки сгорели в глазах, да, пятаки, с измеримыми деньгами, да. А вообще скажи, вот можно ли… Если в Нью-Йорке за 20-30 тысяч ты можешь дом купить, то есть если ты в Алабаме, у меня товарищ как-то купил дом за 15-20 спален и заплатил какие-то совершенно небольшие деньги, там, 50-100 тысяч это было. 15-20 спален в Алабаме, ну ничего не могу сказать про замечательный штат Алабама, я про другое. Его почтового ящика едет 15 минут по своей земле, а до ближайшего гроссури он едет часа два, а чтобы в госпиталь ему попасть какой-нибудь там где, там, часа три-четыре ехать. Ну он пишет, ему он на пенсии, он получает свою пенсию, он не любит людей. Ну вот про то, что подходит человеку, мы чуть попозже поговорим. Еще один вопрос все-таки я задам-то. Ну хорошо, ну не хочу я продавать свою квартиру, чтобы покупать дом под Нью-Йорком, ну у меня есть еще свои дела, здесь в Челябинске работа, да. Но если есть свободные 5, 10, 15 тысяч долларов, вот насколько сегодня можно действительно стать совладельцем бизнеса какого-нибудь удачного в Америке, инвестором, акционером, как это вот происходит сегодня, как деньги людей работают на людей сегодня? Давай разделим это на три части. Во-первых, что-то я не могу говорить из-за финансовых лицензий, которые я имею, что-то можно, скажем, в Верхнем Нью-Йорке, скажем, вот, по крайней мере, за Нью-Йорк я могу говорить в Бексильвании, то есть, если отъехать чуть подальше от Нью-Йорка, то можно часто за налоги, за государство, за наукционах купить землю и заброшенные дома очень тяжело. По крайней мере, это было раньше, не знаю, что после эпидемии, может быть, я все расхватаю, и это недоступно будет, но, по крайней мере, раньше это было довольно-таки легко купить, никому не нужно было. А, наверное, можно открыть счета в банках, в брокерских конторах и купить акции. А стать владельцем бизнеса, в принципе, довольно-таки несложно. То есть, скажем, у меня есть книжка, которую я торгую, как «Стричь собак» папа написал, и я ее более-менее успешно продаю. Покажи-ка кадр в кадр, покажи книжку эту, покажи в кадр книжку эту, вот она как выглядит, да? Да, как стричь собак и кошек? Сейчас многие стали стричь самостоятельно дома, и поэтому на сало опять начало продаваться, я сейчас готовлю целую серию рекламных роликов для продвижения книжки. У меня есть клей для рыбалки, я не знаю, показывать или нет, раньше. Я, сейчас покажу. Вот такой вот клей, он мажешь на крючок, и можно приклеить, скажем, рис и бабочку, и, соответственно, форель и карп, и многие рыбы хватают, потому что живая бабочка. На крючке он не привлекает внимания, он как от лака рыбы, а иначе ты и рис, или гречку, или, как бы, на крючок не оденешь, она слетит. И какое-то время я этим делом перестал заниматься, а сейчас он стал опять более-менее продаваться. Я вот был буквально вчера, мне нужно было купить ряд наживок на пробу разных, пришел в рыбацкий магазин и обалдел. Очередь была, наверное, человек 30-40, я даже делал видео, я поставлю, то есть у меня не голословно. То есть, все, кому не лень, всем скучно, все сидят дома, рыбаки, знаешь, это единственное, кстати, что у нас было всегда открыто, даже в самые худшие дни эпидемии, когда все-все было закрыто, даже губернатор решил ходить на лодке, на рыбалку, то есть на рыбачить, то есть это было единственное, что, пожалуй, рыбалка не приветствует. Скажем, если человек хочет вложить деньги в такие небольшие бизнесы, то это вполне реально, то есть нужно иметь, наверное, место в площадке, где-то продавать, скажем, ebay, amazon, аккаунт, надо иметь, наверное, идею, что делать, надо иметь возможность производить этот товар и возможность его рекламировать. То есть, если ты умеешь, имеешь пару микрофонов, камер, имеешь более-менее креативный взгляд, как ты хочешь этот товар представить публике, то это не так сложно, небольшой бизнес есть. Это, понимаешь, это надо шевелиться, думать мозгами, двигать, время находить, а вот тот же самый клей, вот сегодня кто-то услышит, и кто-то из наших зрителей в Челябинске, в Челябинской области скажет, ну что, ну есть у меня лишние, а сколько нужно лишних долларов, чтобы, например, тебе стало интересно сделать совладельцем этого клея вот кого-то из спонсоров? Смотри, я на это смотрю комплексно, то есть я смотрю, что человек может, кроме денег, он хочет быть рабочим партнером, или он хочет просто дать деньги и забыть, то есть, просто я могу, если он хочет более-менее серьезные проценты, потому что в России принято другие совсем проценты зарабатывать. Сегодня в Америке есть куча грантов, есть куча всяких дешевых, как бы, возможностей взять деньги для бизнесов, которые пострадали от таких денег, поэтому я думаю, что он не сможет конкурировать с такими, как бы, бесплатными грантами. С государством. С государством, да. Но, как бы, начать свой бизнес и что-то построить, и что-то продавать, то же самое, там, наверное. У меня все дизайнеры, которые занимались фэшн, ну не все, но большая часть дизайнеров, которые более-менее имеют дома пару швейных машинок и оверлок, сидят целыми днями ищут эти маски, и они разлетаются чуть более красивые, чуть менее красивые, чуть дороже, чуть дешевле, но это постоянно люди хотят выйти, они хотят иметь, кроме одной маски, когда одна мог сушиться другую, постирать, там, на семью, на выход, на парадные, к этому платью, к этому наряду, легкие, там, холодные. В общем, оказалось, что мало у кого есть, если там платьев много, туфель много, там, гардероб, масок не был наполнен шляпкам, красивым, и это дело многие шли. Сегодня очень много есть направлений, в которых можно посмотреть и как-то что-то заработать, я думаю. Такие дизайнеры, кто-то не имеет денег закупить материал, кто-то не имеет лишних рук, кто-то не имеет возможности на ней дополнительных швей, то есть оно все строится, то есть кто-то может сказать, да, у меня много денег нет, я могу делать офигенные ролики, да, я с трудом красивая девушка, то есть, Саша, по сути, ты сейчас говоришь, что тебе не нужны люди с кошельками, да, тебе, по сути, нужны партнеры с идеями и с возможностями. И так, и так, понимаешь, если человек просто скажет, я денег не имею, но я буду работать, чего я вложил уже живые реальные деньги, купил материалы, купил производство, у меня склады, а он просто будет вкладывать в свое свободное время, тоже не подходит, понимаешь, должно быть более-менее честность и деньги, и труп. Если человек просто хочет положить, как бы, деньги и забыть о них, да, я в свою волю себя возьму, но это не будет, наверное, 5-10 тысяч, 1-100, 200 тысяч, это созверимая, более-менее значимая сумма, которая может так-то изменить продаж и вывести бизнес на другой уровень, оно было, играло роль. У меня есть рядом со мной бизнес, который уже, скажем, продает на 100, на 200 тысяч в месяц товаров, и они хотят выйти на уровень, когда они продают, скажем, на 2-3, на 5 миллионов в месяц. То есть, да, они ищут инвесторов, но инвесторов, скажем, 100-200 тысяч, их просто не интересуют. Инвестор, который может положить 2-3 миллиона, он и для них интересен, потому что это может их вывести, скажем, на поставки на Китай, на Европу, на более серьезные масштабы. Но небольшие суммы бизнесам эти деньги просто уже приносят, понимаешь, что я думаю, что должно быть иметь значение. То есть, по сути, ты говоришь о том, что все равно вам, если сегодня россиянин хочет стать партнером американского, то он должен предлагать не свои деньги, он должен предлагать свои возможности, свои мозги, свой креатив. И деньги, и креатив, и возможность. Это более-менее становится честно. Если он просто хочет дать деньги и ничего другого, то это должны быть существенные деньги, которые могут изменить ход бизнеса. Слушай, а давай, кстати, сразу вот кейс рассмотрим. Меня. Ну, что-то далеко ходить, да? Зачем? С деньгами, как у любого журналиста российского у меня плохо, с креативом все нормально, и вроде даже какие-то есть опыт и технологически уникальные знания. Вот это нужно сегодня вам, американцам? Я думаю, что 100% нужно. То есть, если ты можешь сегодня сказать, Саша, давай сделаем YouTube канал, давай сделаем контору по рекламе, давай сделаем компанию, которая раскручивает бизнес, и сделать пакет цен, пакет сервисов, которые мы можем предложить, если ты можешь подсказать. Как выставить свет, как выставить звук, на каких площадках поставить, как речь выставить, кто говорит, какой выисовывается. Ты можешь дать много знаний, которые являются достаточно денежными вещами для бизнеса. И, скажем, если в Америке это стоит 100 тысяч, ты можешь предложиться за 10, например. Я думаю, что он может найти своего покупателя. Надо вложить, ты купил, скажем, раутер, чтобы можно было с улицы вести эффект. Ты вложился в какой-то хорошей линзы, микрофон. Небольшие какие-то живые деньги ты вкладываешь тоже нужны. Саша, извини, извини, извини. Одну секунду. Простим, мои девчонки гуляли, пришли и попросили дверь открыть. На самом интересном для меня месте. Пока вы впускал своих девчонок, я продолжу для зрителей чуть-чуть рассказывать. А, да, извините. Да, уважаемые зрители, извините, прошу прощения. Возвращаемся ко мне. Возвращаемся. Я думаю, что такой бизнес, сегодня я открываю свою ленту на Фейсбуке, и он забит рекламой вот таких контор, которые предлагают, я даже вчера и сегодня имел несколько звонков, разговоров. То есть они предлагают copyright services, они предлагают рекламки. То есть я думаю, что на это сегодня есть достаточно много интересов. И те, которые есть, которые просто хотят заплати нам, а мы сделаем тебе, а там продастся, не продастся, нас не волнует. То есть ты за сервис заплатил. Но есть, которые звонят и говорят, ты знаешь, мы готовы работать, мы готовы сделать рекламные ролики, мы готовы придумать креатив, мы готовы вести твой бизнес в креативном плане на какой-то промежуток времени, за долю, за продажу. То есть как-то это привязать к выходу из бизнеса. И я вот такие предложения сейчас рассматриваю с несколькими такими компаниями, веду переговоры, которые имеют, скажем, у меня знакомая Елена Хайлендес, которая, как мы вчера говорили, она очень знаменитая, у нее миллионы подписчиков, и она много контента делает. Да, я не могу оформить ее рейд, то, что она берет за рекламу с Комеса или с больших корпораций, но за процент, за долю от продаж мы находим какие-то общие знаменательные. То есть я думаю, что достаточно много есть возможностей или постепенно строиться на доверии, или как бы шаг за шагом это привести к финансовому знаменателю. Ну, смотри, вот по сути получается у меня такие небольшие, но достаточно уникальные технологии и знания, которыми я располагаю. Но вот то, что мы с тобой сейчас делаем, если зрители слышат, то у меня... Да, в отличие от себя, например, у меня нет гарнитуры и ушей, микрофона, но тем не менее меня хорошо слышно. Да, хорошо слышно и без наушников, и внешних... Потому что микрофон вот он, потому что на самом деле микрофон вот он. Да, отличный свет. Мы, кстати, с тобой хорошо вроде сегодня прошли настраивание кадра. Кстати, зрители, если вы видите кадр, если вам его салон устраивает, это наша совместная с Сашей работа. Саша со своей стороны помогал, я со своей, и вроде что-то получилось. Мы 5-10 с тобой провели, но мы где-то светились, ты там пришел, скажем, после пляжа, и надо было протереться еще вниз полотенцем, чтобы не блестеть на экране, надо чуть по центру сесть, надо выбрать картинку сзади, как сидеть, звук. Мы до этого начали первые снимать, и я услышал в наушнике, что я себя слышу дважды у тебя. Нам пришлось переначать перезаписку. Такие вот мелочи, они очень значимы, то есть выстроить правильный звук, правильную картинку. Скажем, Вячеслав помог не осветить, а микрофон более-менее похвастается, что у меня есть такая пушка. Но согласитесь же, уважаемые зрители, согласитесь, что это клево, это богатая картинка, тем более, что это действительно хороший профессиональный микрофон, подчеркивающий, кстати, что человеку не плевать на качество звука, и, значит, не плевать на то, что вы слышите. Это много говорит о профессионализме, в том числе и Александре Гурману. Это так, для сведения. Ну что, давай тогда вот что сделаем. Про твой участок земли я подумаю, но вот ты вот взял и сказал, что там отъехать еще 50 километров, там подешевле можно что-нибудь купить, прямо сейчас вот заинтересовало. Ну, соизмеримые цены. Я думаю, что вам могут какие-то римки тебе послать, если кого-то заинтересуют подобные вещи, можно для них поискать, пошопаться. То есть многие могут сами на интернете это дело смотреть, но в принципе... Но я советую все-таки через Сашу, потому что... Я не RealState агент, то есть, наверное, у меня нет лицензии на это дело, но просто посоветуют помочь, то есть, наверное, какие-то вещи я могу как частное лицо делать. Как минимум посоветовать того же самого RealState с агентом. Ну и, соответственно, если кому-то действительно интересно, давайте мы тогда, может быть, завтра, послезавтра, ну, в ближайшие дни возьмем и специально с Сашей для вас начнем запись и потом будем вам показывать, как мы отстраивали кадр, как мы отстраивали вместе свет, звук, на что обращали внимание, для того, чтобы то, что вы увидите в результате, было более-менее приятно на это смотреть, мы не говорим про наши лица сами, мы говорим про картинку, потому что в том числе и картинка... Нас учили на... Я учился у англичан, у BBC-компании, и они говорили, что картинка — это 80% впечатления, а все остальное — это уже остальные 20%. Мы с тобой 35 минут... Звук больше важен, чем картинка. Можно, как я вам сделаю? Я на этой неделе слушал класс со знаменитым... Я бы сказал, один из самых знаменитых русских докторов, Майкл Мишуль... Доктор Майк называется. Русский парень, молодой, по-моему, лет 30-35. У него 6 миллионов подписчиков на YouTube и 3 миллиона на Instagram. И он, как бы, один из крупнейших ютюберов, докторов, я думаю, в мире, в области медицины. И он проводил класс, как он за пару лет построил свой канал. И я делал очень много всяких пометок. Надеюсь, что по следам этого класса я сделаю сейчас видео, где я буду рассказывать все секреты, которые вам со мной и с другими от этого класса поделился. Ну, кстати, давайте, действительно, уважаемые зрители, если у вас есть какие-то к нам вопросы, как к журналистам, как к специалистам, ну, мы у нас не миллионные просмотры, не миллионные подписчики, но все равно у нас большая школа телевизионного искусства. Если есть какие-то вопросы, задавайте, задавайте Александру, задавайте мне, задавайте нам обоим, и мы будем вам рассказывать, как все это делается. Потому что вот то, что вы сейчас видите, это все равно довольно необычный проект, который, ну, который по-своему интересен и уникален. Прощаемся, Саша. Прощаемся. Спасибо большое. Все. Да, у меня заканчивается воскресенье, завтра начинается полноценная рабочая неделя без всяких карантинов. У тебя еще осталось несколько часов до того, чтобы в воскресенье отгулять. Давай. Да, у нас завтра еще выходной. Да. А, у вас еще завтра выходной? Да, мы в горе выходим. Ага. Хорошо. Все. Давай, поехали. Удачи. Пока. Я отключаю наш эфир.